здравствуйте уважаемые зрители с вами резван гусейнов в непростой истории и мы опять продолжаем цикл наших передач о великих выходцах из азербайджана вписавших славную страницу в историю мировой цивилизации и культуры одним из крупнейших поэтов средневекового востока является великий сын азербайджана низами гянджави абу мухаммед ильяс ибн юсуф родившийся 1142 году и умерший 1209 году произведение низами не теряют своей актуальности и наши дни спустя более 800 лет однако некоторая часть ученых стремится доказать что низами то ли был персом и даже говорят курдом и вообще не имел никакого отношения к азербайджану и к тюркам азербайджана такая трактовка осуществляется с целью отрицать принадлежность великого поэта и его наследие к азербайджану и к азербайджанскому народу к тюркским народом вместе с тем следует отметить что низами как и многие поэты ученые и мыслители средневекового востока творил на персидском языке являвшемся тогда языком культуры науки и дипломатии однако мало кто знает о том что высокий международный уровень персидский язык получил благодаря тюркским империям которые сделали его языком межгосударственного общения дипломатии культуры то есть расцвет средневековой персидской культуры неразрывно связан именно с сельджуками от обеками азербайджана и другими тюркскими империями частности сельджукских османских и других тюркских государствах официальным стал унифицированный то есть подготовленный вариант персидского языка как минимум тысячу лет с 10 по начало двадцатого века ирана кавказом малой азии и сопредельными территориями правили тюркский и азербайджанской династии тысячи лет именно их заслуга в том что персидская культура литература и язык средние века сформировались и достигли широкой славы на мусульманском востоке ряд западных специалистов по истории вполне обоснованно считают что творчество великого низами есть наглядный пример синтеза тюркской и персидской культур и пример прямого вклада азербайджана такой синтез частности мы можем приводить очень много источников где идет обсуждение и рассматривается роль вклад азербайджанской культуры и тюркской культуры персидское наследие но чтобы не быть голословным я думаю будет важно сослаться на несколько авторов частности американские историки тадыш святаховский и браин коллинз тот самый тадыш святаховский польского происхождения который много сделал для исследования истории мусульманского востока они в труде исторический словарь азербайджана отвечали незамики андживи один из величайших поэтов ирана сегодня признан образцом синтеза тюркской и иранской культуры и вклада в него азербайджан другой американский историк ученые одри альтштадт в труде азербайджанские тюрки сила и идентичность под властью россии пишет незамики андживи благодаря своей широкой известности и огромному вкладу персоязычную литературу рассматривается как пример взаимодействия между тюркскими и персидским культурными направлениями и показывает место азербайджана тюрко-персидской культуре российский и советский академик иосиф арбели называл незами великим азербайджанским поэтом это упоминается в изданном в ереване в 1960-е годы труде армянского писателя и журналиста ашота арзуманяна под названием братья арбели отметим что иосиф арбели высоко ценил вклад незами в мировую поэзию культуру в 1941 году в блокадном ленинграде иосиф арбели в эрмитаже смог организовать торжественные мероприятие приуроченный к 800-летию незами диан джави тем кто стремится назвать незами персидским а значит якобы иранским поэтому следует понять что на политической карте мира иран появился 1935 году когда был издан официальный правительственный декрет о переименовании павшей уже тюркской каджарской империи государства иран затем искусственно была введена практика называть все иранское персидским а ведь иран это вовсе не перси а намного более широкое географическое понятие охватывающие территории большого числа древних государств культур которые ныне ошибочно а может умышленно приписывается сугубо персам в рамках этой кампании а точнее под ее прикрытием началась массированная фарсизация как это называют всего культурно-исторического наследия народов ирана были переименованы многие города введен якобы старые иранские названия месяцев изменено летоисчисления начата искусственная реформа языка насильственно изымались многие тюркские арабские и европейские слова и довольно фривольно вставлялись слова которые считались якобы древнеперсидским но в обиходе их уже давно не было таким образом язык кардинально начал меняться более того приведем некоторые цитаты которые показывают что насколько был серьезным этот процесс что это не просто спорадическое какое-то дело а это конкретное скажем так умысел то есть конкретно имеет цель частности в труде российских ученых кваша и аккуратова под названием поиски империи исторический структурный гороскоп отмечается относительно реформ персидского языка вместо них то есть старых слов водились либо старо персидские либо искусственно надуманные слова отмечают российские ученые исследовавшие эту тему относительно того где родился низами великий поэт низами отметим что город генджа где он родился и творил и был похоронен был крупнейшим городом и столицы империи дегизитов от обеков азербайджан о чем знают все пишут том числе иранские источники однако ряд иранских европейских и армянских исследователей стремятся доказать что низами не имел никакого отношения к азербайджану тем не менее генджа историческая земля азербайджана где в период жизни низами существовало сельджукское государство которое называлось от обе гана азербайджан государства от обеков азербайджана или великих от обеков азербайджан который контролировала практически большую часть мусульманского востока багдад и назначала в то время халифов столицей центром этого государства в том числе была генджа махчеван и другие азербайджанские города где располагался центр империи сельджуков от обеков азербайджан как мы отметили территория государства охватывала южный северный азербайджан в том числе а также территории нынешней армении государства армении иранский автор довольно тенденциозный эссан хида айаты отмечает в середине 12 века многие знаменитые поэты разработали особый азербайджанский стиль поэзии на персидском языке который контрастирует со стилем хорасани то есть хорасанские среднеазиатские тюрки и персидские народы являются создателями так называемого хорасанского стиля поэзии и культуры который дал огромный толчок развитию средневековой восточной литературы и искусств далее приведем другие факты средневековый арабский географ 9 10 века ибн аль-факих труде ахвар аль-булдан подробно описывал тюрок хорасана их великую мощь и особенности азербайджанский средневековый поэтический стиль на котором в частности писали поэты гатран табризи низами гяндживи и другие поэты вобрал в себя много из хорасанского стиля европейская наука отдельно сейчас изучает азербайджанскую поэтическую школу как отдельный феномен средневековой восточной культуры также некоторые армянские исследователи стремясь назвать персом азербайджанского поэта 11 века гатрана табризи абу мансора игнорирует то что его родным языком все-таки являлся тюркский они умалчивают что в 11 веке азербайджанская поэтическая школа перешла на только формирующийся язык фарси новый персидский литературный язык являлся в тот период еще формирующимся а азербайджанский поэт гатран табризи является создателем первого толкового словаря персидского языка в истории персидской лексиографии произведениях гатрана табризи широко отражен азербайджано-тюркский дух обильно использованы многочисленные слова присущие азербайджанскому языку и культуре гатран табризи не за омеги анджави другие азербайджанские мыслители писали на персидском языке однако армянские и иранские авторы пытаются утверждать что эти азербайджанские поэты значит были персами то есть по армянской логике получается что к примеру есть и я сейчас пишу и говорю на русском то я наверно этнически не азербайджанец а русский далее следующих наших передачах мы коснемся того какие труды какие какое наследие оставил великий незамей нашему народу и все мировой цивилизации благодарим вас до встречи встречи